Дорогие висаганцы, поздравляю вас уже с наступившим новым 2018 годом. Я думаю, что прошлый год он не был плохим, но очень желаю вам, чтобы 2018 год был бы лучше. В каждой семье желаю, чтобы было бы благополучие и счастье. Наверное, вся ситуация в Литве будет зависеть от того, какое у нас положение будет в наших семьях. И действительно, я от всей души хотел бы пожелать, чтобы в каждом доме, в каждой семье был бы уют, взаимоважение, любовь. И хочу поздравить с наступающим Рождеством православную общину города Висаганса во главе с отцом Йосифом. И пожелать этой общине тоже хороших инициатив, чтобы община сплощалась бы, чтобы появлялись бы красивые проекты, которые способствовали развитию самого города и культурной жизни Висаганса. Также хочу поздравить еще и с Рождеством и католическую общину Висаганса, потому что еще есть такая возможность до трех королей. Так что, дорогие Висаганцы, с Новым годом, с новым счастьем, чтобы у вас в этом году все было бы хорошо, чтобы вы все были бы здоровы, удачи вам, любви и всего самого лучшего. Несколько слов о том, как прошел год в Сейме и какие у нас планы на будущее, может быть, для нашего округа, что нам очень важно, и для всей Литвы. Так мы знаем, что с 2018 года меняются некоторые законы, допустим, по выплате детям, что выплаты детям будут получать каждая семья, вне зависимости от доходов. Только я должен извиниться за Министерство социальной защиты, что пока система не работает, но будем надеяться, что она скоро будет подключена, и жители, прошу не волноваться, потому что эти деньги они получат в любом случае, хотя и просьбы придут попозже. Хочу порадоваться, что все-таки мы продлили льготу на электроэнергию 10%. Я очень рад, что мне удалось достичь такой проблемы, решить такую проблему, что в этом году будет выделено миллион евро на компенсацию инсулиновых помп, также для сенсорных датчиков, которые раньше не получали дети, которые болеют сахарным диабетом. Я надеюсь, что за три месяца, примерно за три месяца, Министерство выработает правила, как эти деньги могут быть распределены, чтобы они дошли бы до тех людей, до тех детей, которым эта помощь нужна. Я, к сожалению, что мне не удалось, потому что жители Висогинска ко мне приходили и просили о некоторых таких законопроектах, и я старался их всеми продвинуть, это помощь тем людям, которые уже достигли, допустим, 80-летнего возраста, и чтобы вместе с ними могли бы ехать сопровождающие лица, и которым тоже можно было бы получить такую же льготу 80%, допустим, автобусами по Литве. Но СЕМ, к сожалению, не поддержал мою инициативу, и я надеюсь, что в этом году я все равно буду выдвигать этот законопроект, и надеюсь, что будет поддержка. Также, к сожалению, моя была инициатива насчет трудящихся, которые приезжают из третьих стран в Литву, чтобы было бы облегчено их желание начать работу или начать здесь производственную деятельность у нас в Литве, потому что была куча ограничений, нужно было как минимум три рабочие, нужно было как минимум три рабочие, чтобы было бы в этой организации. Сейчас это все убрано, но осталось, чтобы зарплата была бы, две среди зарплаты по Литве. Это очень тоже ограничивает, значит, ограничивает возможность людей работать у нас в Литве, допустим, из России, из Беларуси. Так что у меня еще на уме тоже законопроект, чтобы вот как-то, допустим, хотя бы, чтобы не обязательно было бы две средние зарплаты по Литве, а хотя бы полторы, но чтобы были бы больше люди заинтересованы сюда приезжать. Но мы знаем, что меняется система пенсии с 1 января. С 1 января, допустим, тот стаж, та зарплата, которая учитывалась до 1994 года, уже не будет учитываться, будет учитываться только стаж, будет введены так называемые баллы пенсионные. Так что нас ждет очень много изменений. Индексация пенсии будет применяться почти каждый год. Так что действительно ждет много изменений. И будем смотреть, будем контролировать, что будет не очень хорошо идти. Будем поправлять и будем таким образом идти вперед. Продолжение следует...